Приглашаю вас принять участие в благотворительном марафоне. Ты нам нужен в помощь детям с ограниченными возможностями здоровья. Не оставайтесь на нашу жизнь, не проходите мимо, сделайте свой плод, доброе дело. В Иванове открылся благотворительный марафон в поддержку детей с ограниченными возможностями здоровья. Это мероприятие стало традиционным для нашего города. И если раньше сбор средств осуществлялся одну неделю, то теперь благотворительный марафон длится почти месяц. Его символом на протяжении шести лет остается апельсин. Сюда приходишь заряжаться позитивом, потому что это не просто какая-то акция, когда просто собирают деньги на что-то. Сюда приходишь и понимаешь, что здесь вокруг везде добро, и хочется как-то быть частью этого добра. И потом просто, когда идешь домой, уже понимаешь, что ты делаешь что-то доброе, позитивное, и настроение улучшается. Я лично для своей семьи приобрела значков, купила себе браслетик, возможно, еще возьму ручки. То есть, ну, приносит вклад кто сколько может. За пять лет благодаря марафону «Ты нам нужен» собрано около 9,5 миллионов рублей. Почти 400 семей получили помощь. В этом году средства на дорогостоящие операции будут выделены 39 ребятам, которые хотят быть здоровыми. Это не есть мечта детей, а это есть необходимость, которая просто требуется им для какого-то выздоровления. Мечтают дети о многом, конечно, да. Как правило, они мечтают о каких-то тренажерах новых, игрушках развивающих. Мамы мечтают о другом. О том, чтобы купили лекарства, о том, чтобы помогли приобрести какую-то медицинскую аппаратуру необходимую или технику. В праздничном концерте на иду с творческими коллективами приняли участие ребята, которым уже была оказана помощь в рамках марафона «Ты нам нужен». Мы вот видим пример. Сейчас парень пел, который вообще лежал, он не мог даже вставать. И мы вот пять лет назад ему приобрели оборудование специальное, он на тренажере занимался. И вы видите, конечно, с помощью мамы он вышел к сцене, но как он спел с душой и как его поддерживали все находящиеся в зале. Поэтому я надеюсь, что наш марафон, он состоялся, он будет развиваться и дальше, потому что он сегодня востребован. В числе ребят, которые получат средства по итогам благотворительного марафона – Тиграны, Давид и Ганесяны. Братьям требуется лечение и реабилитация в специализированном учреждении. Помощи ждут и другие дети. Организаторы марафона не исключают, что эта благотворительная акция в скором времени может стать общий областной. И тогда появится возможность помочь большему числу детей с ограниченными возможностями здоровья.